Профессор Напалков Дмитрий Александрович расскажет сегодня опыт применения апексабана при фибрилляции. Где-то что-то вы скажете, ну или потом вопрос мы догоним по отношению к ковиду, потому что, я говорю, это сегодня стало темой номер один во всех дисциплинах, что бы мы сегодня не обсуждали, диабет, сердечную патологию, там, я не знаю, гастроэнтерологию, везде ковид, конечно, вносит свои коррективы. Пожалуйста, вам слово. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, добрый вечер, уважаемые коллеги. Большая честь для меня выступить перед такой огромной аудиторией. Павел Андреевич сегодня называл уже страны, и действительно многие, кто сегодня, наверное, к нам подключились, захотят какие-то, наверное, вещи, задать не в плане вопросов в отношении коронавирусной инфекции, а именно в плане дискуссии, потому что, наверное, однозначных вопросов нет, и опыт продолжает накапливаться, но буквально совсем недавно, может быть, вчера или позавчера, так сказать, да, проскочила достаточно неплохая статья, обобщающая опыт клинических исследований по коронавирусной инфекции. Уж подхвачу тему, уж простите, действительно она достаточно актуальная, и получается, что по сути своей только исследования, которое провели в Великобритании по дексаметазону, введение которого пациентам средне-тяжелого и особенно тяжелого течения действительно снижало смертность у пациентов, фактически кроме этого исследования, ну, скажем так, работ, которые могли бы существенным образом изменить современную практику с учетом того, что они выполнены как положено, спланированы достаточно таким правильным дизайном, и выводы, которые могут быть сделаны, они действительно вот делаются именно так, как необходимо, по сути своей, кроме этой работы, в настоящее время у нас с вами ничего нет. Либо это слишком небольшой объем не очень точных данных, которые были собраны, либо в этой ситуации речь в большей степени идет об экспертных мнениях или каких-то небольших ретроспективных работах, но в любом случае то, что мы имеем, это уже очень неплохо, и на самом деле я сегодня не хотел говорить прицельно о коронавирусной инфекции, понимая, что так или иначе мы ее не обойдем, в первую очередь и потому, что ингибиторы десятого фактора вне всяких сомнений в рутинной практике, в настоящее время, мне это хорошо известно, применяются и применялись в ситуации, связанные с коронавирусной инфекцией, правда, там в большей степени речь шла о профилактике венозных тромбоэмболий, и тут, в общем, даже в каком-то смысле, или лечении, да, и в этом смысле какого-то прям принципиального нарушения существующих рекомендаций не было, там не было просто слова про коронавирус, а что касается венозных тромбоэмболий, то мы знаем, что с 2019 года европейских рекомендаций кардиологов, ревероксабан и апексабан, они включены в рекомендации по ведению пациентов, и продленной в том числе профилактики, поэтому здесь ингибиторы десятого фактора более чем уместны. Я сегодня коснусь в большей степени именно вот той основной части своего выступления, вопроса, связанного с длительностью, скажем так, с этой палитрой, с этой эволюцией до применения апексабана. Я, наверное, не буду говорить о революции, о которой немножко говорил Павел Андреевич в своем выступлении, я как раз скажу несколько слов об этой самой эволюции. Мы с вами помним о том, что за последние годы существенным образом, вот это я имею в виду, конечно, десятилетия, существенным образом сместился акцент, и он сместился с стабильности гемодинамики, которая, конечно, важна, она остается в приоритете для большинства врачей, но в большей степени является ситуацией стационарной, реанимационной. Вопрос, связанный с улучшением симптомов, то есть стратегия контроля частоты сердечных сокращений. То есть мы, конечно, безусловно, вне всяких сомнений этим занимаемся, мы смотрим на пациента, мы пытаемся улучшить его самочувствие разными способами. Пациенты с феверляцией предсердий могут иметь сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, разные другие сопутствующие патологии. Понятно, что просто назначение какого-то одного класса препаратов, наверное, не решит всех проблем и вопросов. Конечно, мы стали гораздо активнее использовать кардиоверсии. Ну, может быть, сейчас не так часто, как раньше, но уж катетерные аблации и хирургические подходы к лечению феверляции предсердий за последние десятилетия шагнули однозначно вперед. Мы довольно часто стали прибегать к этому методу, и если не в полной мере избавляем пациента от данной аритмии, ну, может быть, так скажем аккуратно, даем ему возможность на каком-то этапе, какой-то период времени получить достаточно неплохое качество жизни. Дальше, конечно, вопрос утыкается в тот факт, насколько долго, сколько длительно этот эффект может сохраняться. Здесь существуют разные подходы. Такие более агрессивные аритмологи считают, что нужно продолжать попытки устранить патологические пучки. Кто-то считает, что нужно остановиться. Каждым своим воздействием на миокард мы можем спровоцировать его дополнительное повреждение, помимо той пользы потенциальной, которая может за этим стоять. Здесь, конечно, вот есть своего рода такие неоднозначные спорные моменты. Ну, и, конечно, если говорить о применении антикоагулянтов, то основная их задача – это предотвращение инсульта и системных эмболий. И, конечно, пероральные антикоагулянты уже после тех самых гепаринов, сначала антагонисты витамина К, ну, а потом класс новых, или, как теперь их называют, прямых оральных антикоагулянтов, вышли, можно сказать, на передовицы основных журналов и газет. Посмотрите, пожалуйста, что по сути своей, а мы сейчас живем вот в той реальной истории, связанной с фибуляцией предсердий и высказанной в 2016 году экспертами Европейского общества, во многом это перекликается и с данными других общества, какой бы континент мы с вами ни взяли. И, конечно, в рекомендациях нас в первую очередь интересуют позиции, которые имеют отношение к уровню доказательности 1А. То есть однозначно полезно и огромный уровень доказательности говорит о том, что именно так делать и нужно. То есть первый А-класс – это, в общем, не сомневайтесь, делайте, как написано, и для вашего пациента будет благо. Давайте посмотрим, что вот без всяких сомнений, да, три позиции, которые имеются в ключевых тезисах по рекомендациям, связанным с фибрилляцией предсердий, заключаются в следующих моментах. Следующих моментов. Мужчина это или женщина? Есть два дополнительных фактора риска по шкале ЧАЦ-2-2. Дай антикоагулянт. И если мы с вами выбираем антикоагулянты при фибрилляции предсердий, это первичный выбор, у нас нет необходимости переходить с препарата на другой, нет каких-то сопутствующих, приходящих моментов, то рекомендуется отдавать предпочтение прямым оральным антикоагулянтам. Обратите внимание, что вот именно этот порядок, АПЕКСАБАН, ДАБИГАТРАН и РИВАРКСАБАН, он в рекомендациях 2016 года был связан именно с литерами, то есть А, Д, Р. Здесь не было никакого приоритета между препаратами, здесь именно упоминание о них в алфавитном порядке, а вот антагонисты витамина К в этой ситуации отходят на второй план. Ну и мы действительно знаем, почему. Огромный ряд исследований был поведен. Если говорить сегодня фокусом внимания именно АПЕКСАБАН, то, что про все препараты действительно в рамках 40-минутного выступления рассказать совершенно не представляется возможным, давайте посмотрим, собственно говоря, что вот такого революционного было связанного с АПЕКСАБАНом. Ну, если говорить о тех отличиях, наверное, которые касались АПЕКСАБАНа, то могу сказать, что ключевое отличие этого препарата, например, от РИВАРАКСАБАНа и ДАБИГАТРАНа в плане рандомизированных клинических исследований, заключается в том, что это единственный препарат, который сравнили с ацетилсалициловой кислотой. У больных с фибрилляцией предсердия. Это исследование АВЕРОИС. Я не буду его сегодня показывать, но мы с вами помним, что при одинаковой безопасности АПЕКСАБАН в два раза оказался эффективнее по профилактике инсультов и системных эмболий в сравнении с ацетилсалициловой кислотой. И, собственно говоря, вот после этого исследования потихонечку тема назначения антиагрегантов, и в первую очередь аспирина в качестве монотерапии, у пациентов с фибрилляцией предсердий практически сошла на ней. А дальше, точнее, параллельно разрабатывалась история противостояния АПЕКСАБАНа и ВАРФАРИНА. Исследование Аристотель, большое количество народу, то есть с точки зрения качества проведенного исследования, это очень высокий уровень, 18 тысяч человек, рандомизированные группы. И ВАРФАРИНА против АПЕКСАБАНа, который в данном случае продемонстрировал, АПЕКСАБАН продемонстрировал большую эффективность, посмотрите, пожалуйста, почти на 20%. Мы видим, что вот эти вот реально кривые по числу событий начинают расходиться где-то через полгода с момента первой назначения этой самой терапии. Ну и, собственно говоря, если мы говорим о безопасности, то мы с вами видим, что снижение числа больших кровотечений на АПЕКСАБАНе в сравнении с ВАРФАРИНА достигало 30%. То есть не только эффективность, но и повышенная безопасность. Это, конечно, существенным образом, поскольку исследование Аристотель было третьим из-за числа таких больших рандомизированных крупных после РЕЛА и РОКИТ-АЭФ, существенным образом укрепило представление практикующих врачей о том, что если нет каких-то особых соображений в отношении необходимости назначения именно ВАРФАРИНА, то назначение прямого орального антикоагулянта в этой ситуации действительно будет наиболее предпочтительным в сравнении с таким традиционным подходом. Ну, собственно говоря, антагонисты витамина К до сих пор остаются практически единственными препаратами, которые назначаются при механических клапанах сердца, при прегматической идеологии, например, тяжелого или умеренной степени метрального стеноза. Ну и они, конечно, остаются, хотя тоже неоднозначно, нужно ли всегда их назначать пациентам. Это повод для дискуссии или индивидуального решения. У пациентов склеренса креатинина менее 15, то есть, по сути, у диализных больных. То есть, здесь действительно в этой ситуации именно так. Хотя Апексабан в Америке получил регистрацию именно у диализных пациентов, но в Российской Федерации мы пока такого разрешения не имеем и использовать его по данному показанию не можем. Хотя, как говорится, может быть, это во многом бы нам смогло облегчить жизнь по ряду позиций и состояния. Еще одна история, которая отличает Апексабан от своих собратьев по классу прямых оральных антикогулянтов, заключалась в том, что пускай на грани достоверности, но все-таки это действительно оказалось достоверным, единственное исследование, в котором было продемонстрировано снижение смертности, общей смертности в сравнении с варфарином, это было исследование Аристотельса Апексабана. Здесь, так сказать, можно говорить о том, что это были, может быть, не самые тяжелые пациенты, мы с вами знаем, что по числу баллов, по тому же количеству баллов по час-два, самые тяжелые пациенты были в исследовании Рокет АФ с ревераксабаном, и вот эта неравноценность участников исследования Релай, Рокет АФ и Аристотель до сих пор дает нам повод для того, чтобы сомневаться в таких вот каких-то непрямых сравнениях, потому что все-таки эти группы пациентов не совсем однородны. Но, тем не менее, факт остается фактом, снижение смертности в сравнении с варфарином было продемонстрировано именно на Апексабане. То есть, получается, скорее всего, этот выигрыш происходит и благодаря тому, что Апексабан достаточно эффективен, то есть он превосходит антагониста витамина К по профилактической своей направленности, и он достаточно безопасен. При этом я напомню, это обычно спрятано в архивах клинических исследований, что в исследовании Аристотель число пациентов, которые более 70% времени находились в целевом диапазоне МНО, было около 60% даже с небольшим процентов. То есть в реальной практике, ну, скажем так, если мы возьмем среднюю статистику, она отсутствует общая, наверное, по Российской Федерации, но грубо ориентировочно мы можем сказать, что не более 30, максимум 40% пациентов находятся в целевом диапазоне МНО, там, где это МНО достаточно неплохо может контролироваться, например, кабинетами контроля антикогулянтной терапии, это максимум, то в исследовании Аристотель таких пациентов было не 30-40%, а 60%. То есть это очень хороший уровень контроля. И несмотря на это, преимущество в этой ситуации Апексабанов, ну, по всей видимости, действительно и подтвердил эти самые слова о революционных изменениях в препаратах из группы антикогулянтов, о которых, о которых сказал Павел Андреевич открывает нашу с вами сегодняшнюю встречу. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что в основном вот этот слайд вызывает внутренний трепет, скажем так, вызывает внутренний трепет у врача, вызывает внутреннюю дрожь, когда мы пытаемся какому-то более сложному пациенту, чем обычно, назначить антикогулянт. Мы знаем, что существуют различные факторы риска, мы знаем, что теперь мало посчитать просто шкалу Хасблит как, скажем так, основные факторы, способствующие повышению риска кровотечения. Мы с вами видим, что количество факторов намного-намного выше и включает ряд позиций, которые мы в рутинной практике не определяем. Но не определяем мы высокий уровень тропонина, например, тропонина А и рутинно пациентам с фибрилляцией предсердий, если только по науке. Но и не смотрим мы GDF 15, фактор роста дифференциации 15, который, кстати, является довольно значимым и хорошо таким выстреливающим маркером, с одной стороны, как риск сердечно-сосудистых осложнений, а с другой стороны, как риск больших кровотечений. А вот с анемией мы сталкиваемся довольно часто. И вот опять-таки очень интересно, что ряд субанализов, хорошо известных исследований, а вот эти субанализы не так часто их цитируют и далеко не все с ними знакомы, они нам подсказывают вещи, которые позволяют нам правильно организовывать нашу с вами рутинную клиническую практику. В частности, вот такой субанализ был опубликован в 17-м году, это исследование Аристотель, это те же самые апексабан против варфарина. Но задача исследователей была в том, чтобы попытаться сопоставить взаимосвязь наличия у пациента анемии с частотой тромбоэмболических осложнений, кровотечений и общей смертностью. На что же было обращено внимание? Было обращено внимание, что у пациентов с анемией, когда уровень гемоглобина существенно снижался менее 10 грамм на децилитр, практически не было различий с анемией или без анемии в плане сердечно-сосудистой смертности, в частности от тромбоэмболических осложнений. То есть получается, что в каком-то смысле анемия не влияла на количество инсультов, то есть не увеличивалась эта статистика. С другой стороны, мы с вами совершенно четко видим смещение показателей в сторону повышенного риска кровотечений у пациента с анемией. Какой из этого практический вывод? Если перед нами пациент, у которого гемоглобин снижен меньше 10, то, наверное, вот так вот просто рутинно вбрасывать в него антикоагулянт, пусть даже достаточно безопасный апексабан аневарфарин, наверное, не совсем справедливо. Наверное, нам с вами нужно сначала уточнить вопрос, а что это за анемия, как быстро она развилась, если это возможно узнать, какой характер она имеет и можем ли мы каким-то образом компенсировать эту самую анемию. Потому что, смотрите, в этой ситуации, какой бы препарат не назначался пациентам с анемией, мы видим ухудшение смертности. То есть не очень хорошо даже в исследовании Аристотель было лечить ни апексабаном, ни варфарином пациентов, у которых была выраженная анемия. Еще один интересный факт из этого субанализа. С какого момента начинала нарастать частота больших кровотечений, на каком уровне? Вот часто очень спрашивают, а вот когда вот не опасно, когда нам еще можно рутинно назначать пациентам, например, те же прямые оральные антикоагулянты, при каком уровне гемоглобина? Ну вот мы с вами видим, я поставил красную линию, эту самую отсечку. Частота больших кровотечений начинает взлетать и нарастать примерно с цифры чуть меньше 10, ну скажем так, где-то 9,5 грамм на децилитр. В этой ситуации эта история начинает ухудшаться. И обратите внимание, что общая смертность начинает резко возрастать. Если мы даем любой антикоагулянт, будь то варфарин или апексабан, если у пациента уровень гемоглобина менее 90, то есть таким образом, по-видимому, назначать рутинно, просто вот, потому что положено, потому что диагноз фибрилляция предсердий, любой антикоагулянт в такой ситуации не нужно. Нужно разбираться, по возможности повышать уровень гемоглобина, ну а дальше тогда уже выходить на традиционной обычной истории. Хотя, в то же время, опять-таки, если разобраться, мы прекрасно понимаем, что лучше работать с апексабаном, с той же самой анемией, чем с варфарином. Потому что если такому пациенту с анемией, выявленной в процессе исследования, или включенном исследовании, как говорится, на грани, критерии исключения, а потом провалившимся с точки зрения показателя гемоглобина, количество событий, в частности, количество больших кровотечений, которые нас в этой ситуации, как мы сейчас мы видим, беспокоит гораздо больше, на варфарине происходило чаще, чем на том же самом апексабане. То, что еще раз свидетельствует об определенной подушке безопасности этого препарата, как представителя класса прямых оральных антикоагулянтов с предсказуемой фармакокинетикой. Вне всяких сомнений, для того, чтобы нам с вами работать аккуратно и осторожно, необходимо помнить о том, что клиренс креатинина, вне всяких сомнений, влияет, в ряде случаев, на выбор дозировки препарата. И вот как раз там потихонечку начинают на сайте появляться вопросы и по дозировкам, и по аспектам применения прямых оральных антикоагулянтов. Ну вот давайте вспомним, что опять-таки здесь ситуация запутанная в том плане, что каждая компания для своего препарата разрабатывала немножечко, так сказать, свою схему. Что мы имеем в настоящее время, что мы имеем, так сказать, в этой ситуации, исходя из инструкций. Итак, конечно, большинство из нас сориентировано на то, что клиренс креатинина меньше 50, но это такая уже продвинутая стадия хронической болезни почек, еще немножко меньше 45 и будет 3B стадия ХБП. Серьезная история, конечно, требующая внимания и врача с точки зрения выбора препаратов, дозировок и так далее. Вот, и так вот, снижение клиренса креатинина меньше 50 автоматически влечет за собой снижение дозы препаратов. Напомню, что этот тезис справедлив по инструкции, по основному механизму применения препаратов, основной, скажем так, основной закладательный документ, имеющий силу, это инструкция, она ключевой, ключевой, естественно, имеет характер, особенно при попытке каких-то там разбирательств, там был прав, кто виноват. Так вот, клиренс креатинина менее 50 – это однозначно снижение дозировки только для ривороксабана. Давайте это запомним. Очень часто происходит такая у нас действительно ошибка, потому что вроде препараты похожи, вроде один класс, а вот мы с вами видим, что критерии по снижению дозы у них совершенно различные. В этой ситуации мы с вами видим, что если речь идет о добегатране, то повод, скажем так, клиренс креатинин меньше 50 – это повод для того, чтобы задуматься, а мне продолжать назначать дозировку в 152 раза, как бы ключевую, на которую мы ориентируемся, либо все-таки снизить эту дозировку до 110 мг 2 раза в сутки. И по инструкции там написано «по усмотрению врача». Есть повышенные факторы риска, например, кровотечения, тогда дозу снижаем. Нет, в принципе, мы имеем право до уровня клиренса креатинина 30 эту дозировку оставить. Что касается апексабана, то посмотрите, пожалуйста, в этой ситуации дозировка 2,5 мг 2 раза в сутки зависит от двух критериев из трех, и там нет слова клиренс креатинина меньше 50. Что там есть? Возраст более 80, вес менее 60 кг и уровень креатинина выше нормальных значений, ну, например, 133 микромоль на литр. Вот если два из этих трех критериев имеют место быть у нашего пациента, мы переходим на дозу 2,5 мг 2 раза в сутки. Если этих критериев нет, двух критериев, а только, например, один, к примеру, возраст 81 год, то мы не обязаны автоматически, когда пациент превосходит порог 80 лет, назначать ему дозировку 2,5 мг 2 раза в сутки. Ну, и формально мы с вами видим, что по инструкции и ревороксабан в дозе 15 мг 1 раз в сутки, и апексабан 2,5 раза может назначаться при клиренсе от 15 до 29, но сразу скажу, что большого числа наблюдений в этой ситуации действительно нет, и в большинстве рекомендаций все-таки эксперты рекомендуют либо воздерживаться от назначения в такой ситуации прямых оральных антикоагулянтов вообще, либо решать эту ситуацию индивидуально. Ну, и еще раз скажу, что только в Соединенных Штатах Америки у диализных пациентов разрешен к применению апексабан, в Российской Федерации пока официального такого у нас с вами разрешения нет. С другой стороны, хотелось бы понять, насколько безопасно назначать тот же самый апексабан у пациентов с различной скоростью клубочкой фильтрации. Не теряет ли апексабан свою эффективность или наоборот становится более эффективным при снижении скорости клубочкой фильтрации, и нет ли проблем, связанных с безопасностью, не ухудшается ли его безопасность, когда у пациентов снижается скорость клубочкой фильтрации. Ну, опять-таки, это исследование Аристотель, ключевой субанализ, который нам, так сказать, совершенно четко показывает, что в плане своей эффективности, профилактика инсультов, системной эмболии, более 80, скорость клубочкой фильтрации 50, 80, меньше 50. Мы с вами видим, что фактически разницы нету, да, ну, немножко, так сказать, даже в сторону лучше апексабан, выделяется вот эта группа 50-80, но, скорее всего, это просто, так сказать, нюансы, связанные со статистикой, чуть меньше выбор, чем необходимо было для мощности. То есть эффективность сохраняется в любом случае, какого бы пациента мы ни взяли. А вот если мы говорим о безопасности, то посмотрите, чем ниже скорость клубочкой фильтрации, вот здесь уже взаимосвязь достоверная, мы с вами видим P меньше 0,05, и обращаем внимание на то, что у этой категории пациентов апексабан становится на порядок безопаснее, чем варфарин. В то же время, да, достаточно парадоксально, что именно варфарин у пациентов с клеосом креатином меньше 30, фактически является единственным антикоагулянтом, с которым в настоящее время нам предлагается иметь дело. Ну, и еще тоже одна история повышенного риска, которая связана с обсуждением еще одного субанализа, исследование Аристотель, а влияет ли перенесенные инсульт или транзиторная ишемическая атака, то есть отягощенной анамнез по церебровоскулярной болезни на преимущество апексабана над варфарином. Может быть, вот такой факт важный, как элементы тромбообразования, либо на фоне имеющихся бляшек в крупных сосудах, либо в их отсутствии. Может быть, это позволяет сказать, что апексабан не столь эффективен, сколь и варфарин. Это исследование, этот субанализ был выполнен. И посмотрите, пожалуйста, отоскать, ну, здесь даже видно невооруженным взглядом, что вот эти показатели абсолютно идентичны. То есть с точки зрения профилактики тромбоэмболических событий, общей смертности, сердечно-сосудистой смертности не имеет значения. Был у пациента инсульт или транзиторная ишемическая атака, апексабан эффективен точно так же, как эффективен антагонист витамина К. При этом я напоминаю, что эта ситуация, связанная с назначением варфарина, с очень хорошим таким диапазоном и процентом пациентов, которые находятся в целевом диапазоне МНО. Интересный вопрос, и это тоже субанализ из Аристотеля, связан, так сказать, с тем, что мы, вот какие еще позитивные моменты получаются в выигрыше у апексабана в сравнении с варфарином. Если наш с вами пациент перенес инсульт, то мы с вами видим, что для вторичной профилактики инсульта в этой ситуации апексабан можно сравнить по эффективности с варфарином, а в чем же выигрыш? Меньше большое кровотечение на 30%, меньше риск геморрагического инсульта у этих пациентов в сравнении с варфарином на 60% и меньше риск внутримозговых кровоизлияний различной локализации внутричерепных. Если мы с вами говорим об этой терапии, опять-таки ситуация в пользу апексабана. Конечно, и вот этот субанализ тоже взят из исследования Аристотеля, и, конечно, вот эти разные публикации дают нам, наверное, возможность более четко оперировать и вычленять те самые группы, которым назначение апексабана более преферентно. Например, в сравнении с теми же антагонистами витамина Ну, если для Москвы и Санкт-Петербурга, может быть, эта тема сейчас не столь актуальна, действительно, по данным аптечных сетей, более 50% пациентов сейчас уже с фибрилляцией предсердий принимают прямые оральные антикоагулянты. Но если мы с вами возьмем различные регионы Российской Федерации, да я не знаю, как обстоит ситуация в других странах, мне сложно оперировать этой статистикой, то там все-таки варфарин пока держит лидерство, и в дяде регионов он держит лидерство очень уверенно, то есть пациенты с фибрилляцией предсердий принимают варфарин по разным соображениям, и экономическим, и практическим, и консервативным, самым разнообразным. Но в 70-80% случаев только 20-30% приходится на различные прямые оральные антикоагулянты. Посмотрите, пожалуйста, что мы получаем здесь. Вроде бы сам по себе возраст – это не фактор риска. И на эту тему сейчас уже довольно много исследований и больших, и маленьких завершено. Речь идет скорее о какой-то пропущенной сопутствующей патологии, об остении пациентов, о так называемой хрупкости пациентов, об этом сейчас довольно активно, и много говорят те же самые геронтологи. И вот в этой рубрификации, когда мы берем пациентов, их выделены красным цветом, преимущество апексабана над варфарином, давайте посмотрим. Эффективность в сравнении с варфарином. 65 лет и старше, однозначно, польза в этой когорте больше. Общая смертность выше в когорте 65-74. Большие кровотечения лучше на апексабане, в когорте 65 и старше. Общее число кровотечений. Здесь апексабан выигрывает во всех возрастных группах. Опять внутричерепные кровоизлияния 65 и старше. Общее преимущество, так называемое, системное, 65 и старше. Ну, конечно же, это не значит, что пациентам до 65 лет не нужно назначать апексабан, если, например, вы решили взять этот препарат, и он по каким-то причинам подходит вашему пациенту, и вы просто хотите назначить эту именно молекулу, а не какую-то другую. С другой стороны, конечно, вот глядя на эту рубрификацию, мы с вами видим, что, по всей видимости, в возрасте 65+, особенно еще там старше, 75+, и так далее. Вот эта комбинация, этот баланс эффективности и безопасности действительно существенным образом подтягивается, и для апексабана становится, наверное, в этом плане ключевым. Следующий момент, связанный с эффективностью и безопасностью, это то, что, по всей видимости, будет происходить с нашими рекомендациями и отечественными, и зарубежными, в тесности европейскими, в отношении ведения пациентов с фибрилляцией предсердия, если они перенесли через сложное вмешательство, если или острый коронарный синдром. Напомню, что всего лишь три года назад в рекомендациях ЕСС, Европейское общество кардиологов, было сказано, что, ну вот, скажем так, двойная терапия до 12 месяцев, ну она, так сказать, могла рассматривать сток в том случае, если у пациента мы, так сказать, видели повышенный риск кровотечения. Вот тогда, так сказать, двойную терапию можно было рассмотреть. Посмотрите, что в большинстве других ситуаций все-таки речь шла о том, что хотя бы в течение одного месяца пациентам надо провести тройную терапию. Соответственно, оральным антикоагулянтом, аспирином и клопидогрином. Что происходит в настоящее время? Мы с вами видим, как тоже изменились данные буквально за последние два года, и все препараты по очередям были протестированы. Сначала реврексабан в исследовании Пионер, потом добегатран в исследовании Ридуал-ПиСи, и, наконец, Апексабан в исследовании Аугустус были протестированы от этой когорты пациентов, которые имеют не только риск кардиомболических осложнений, но имеют риск спиронарных событий, этот риск достаточно высокий. Собственно говоря, если бы Аугустус с Апексабаном против варфарина, где еще и аспирин играл против плацебо, вот такая олимпийская система, не запутаться бы, фактически отвечал на два вопроса. Вопрос, связанный номер один, конечно, вопрос являлся вопрос, связанный с безопасностью. И, в частности, давало ли, так сказать, что-то, если мы дополняем третий препарат, третий антитромботический препарат, то есть нужно ли давать аспирин в дополнение к клопидогрелию Апексабану, повышается ли при этом риски кровотечений, ну и, соответственно, если, например, аспирин назначается в дополнение к клопидогрелю и тому же самому варфарину в качестве антагониста витамина К. Ну и, собственно говоря, самое интересное в этом плане, но не всегда, скажем так, то, что мы можем проверить на своем собственном примере и опти, не так мы можем удержать в голове информацию по нашим пациентам и статистически обобщить в рутинной практике. Так все-таки можем мы пациентов не обязательно с высоким риском кровотечения, а просто всех вести на двойной терапии, например, Апексабан в сочетании с клопидогрелем. Или это, например, не дает такого выигрыша в плане безопасности, а в этой ситуации мы начинаем проигрывать с точки зрения эффективности. Собственно говоря, исследование Аугустус, с учетом того, что оно, как и многие другие исследования по этим, скажем так, в этой сфере, оно имело недостаточную мощность для того, чтобы говорить об эффективности, то есть, скорее мы здесь говорим о некоторых тенденциях. А вот по числу кровотечений, безусловно, вне всяких сомнений, это исследование было спланировано так, чтобы сделать совершенно однозначные и четкие выводы. Смотрите, пожалуйста, что клиническая характеристика пациентов, которые попали в исследование Агустус, ну, это даже чуть более сложный, наверное, пациенты в сравнении со исследованием Аристопеля. Посмотрите, это пациенты не в возрасте 65, а в возрасте в среднем 70 лет. Это пациенты с час-два-васк примерно 4, и оно понятно, потому что минимум балл за поражение сосудов, совершенно логично. И посмотрите, что по шкале Хасблет в основном в Аристотеле средний балл составлял в районе 2, даже чуть меньше с точки зрения десятичных дробей. А здесь он составлял почти 3, то есть, по сути своей, в исследование Агустус были включены пациенты, которые имели высокий риск кровотечения. Что же, собственно говоря, было в этой ситуации показано? А было показано следующее, что добавление аспирина к терапии существенным образом повышало риски кровотечений, а лечение апексабанов, в отличие от антагониста витамина К, в качестве двойной антитроматической терапии, достоверно снижало риски этих самых кровотечений. Ну и важным моментом, конечно, явились результаты, связанные со смертностью, посмотрите, пожалуйста, смерть и госпитализация. Апексабан, так сказать, достоверно переиграл антагонист витамина К, то есть, получалось, что терапия апексабаном оказалась даже более эффективна. А если сравнивать добавление аспирина, либо неназначение его, посмотрите, добавление аспирина третьим компонентом в эту схему не приводило ни к какому улучшению прогноза у этих пациентов. И именно поэтому в настоящее время, ну, практически, кроме одной, наверное, группы пациентов, которые имеют повышенный риск тромбоза стента, уже ранее поставленного, то есть, вот такие непростые с точки зрения коронарной патологии больные, у всех остальных пациентов действительно, наверное, эксперты будут рекомендовать, дождемся, увидим, применение двойной антитроматической терапии на основе клопидогреля и прямого орального антикогулянта, соответственно, апексабана, либо добегатрана, либо ревороксабана в соответствующих дозах в качестве преферентной схемы, которая позволяет снизить риск кровотечения в сравнении с нашей классической терапией с варфарином и не проиграть по эффективности этих главных событий. Ну, и если это всегда, достаточно сложно сравнивать, опять-таки, не всегда сопоставимые и сравнимые исследования, в том числе связанные и с коронарными эпизодами, но мы с вами видим, что назначение именно в исследовании аугустус, там, где был апексабан, в сравнении с группой, которая получала классическую стандартную терапию варфарином, было достигнуто самое максимальное снижение числа больших кровотечений, то есть это снижение было на 60%. Хотя авторы вот этой работы, обобщающей, которая была опубликована в данном 2020 году, четко говорят о том, что в среднем число кровотечений снижается где-то примерно на 35%. Ну, и дальше от рандомизированных клинических исследований к реальной практике. Все это, конечно, замечательно, когда пациентам звонят врачи, они вовремя приходят на визиты, если они что-то делают, не так, как их исключают, проверяют их приверженность терапии, если пациент становится неприверженным, его выводят из исследования. То есть такая вот идеализированная группа. С другой стороны, не сделав такой идеал, мы с вами не поймем ситуацию, связанную с эффективностью. Для чего же данные реальной клинической практики? Может ли она нам помочь оценить эффективность? Ну, наверное, эффективность в меньшей степени. Мы далеко не всегда имеем, так сказать, да, такие сопоставимые группы, хотя сейчас стали использовать математическое моделирование, метод так называемой псевдорандомизации, он имеет свой плюс и свой минус, он критикуется, с другой стороны, очень позитивно воспринимается целым рядом специалистов. Но, тем не менее, конечно, что нам дает база данных, это огромное количество пациентов. Посмотрите, да, ну, 18 тысяч пациентов в Аристотеле, а здесь 900 тысяч карт пациентов с диагнозом фибрилляции предсердия, и вот кто-то из них получал апексабан, кто-то из них получал варфарин. И вот 4 огромных базы данных, самое крупное исследование реальной клинической практики. Реальная клиническая практика, напоминаю, значит, варфарин пациенты принимают так, как получается. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, кто-то контролирует, кто-то и понятия не имеет, что это надо делать. Идет, как идет. И вот в такой ситуации, в реальной жизни, получается, что превосходство апексабана над варфарином становится даже более очевидным, чем в рандомизированных клинических исследованиях. И мы видим преимущество по всем позициям. Это уже преимущество не только по ишемическим инсультам, системным эмболеям, геморрагическим инсультам, инсультам, комбинированной точкой инсульта, системной эмболеи, ну и, конечно, сохранение того превосходства почти в два раза, то есть на 40%, на 43%, почти в два раза. По основным кровотечениям. Здесь и большие кровотечения, внутричерепные кровоизлияния, и желудочно-кишечные кровотечения, вне всяких сомнений. В настоящее время речь идет в основном о том, что несмотря на определенные успехи и демонстрацию эффективности и безопасности прямых оральных антикогулянтов над варфарином, все-таки если дать препарат в дозе пониже, как бы будет более спокойно для себя. И вот из-за регистра Орбит АФ2, это тоже реальная клиническая практика, поставил вопрос о необоснованном снижении дозы. Так вот оказалось, что если мы с вами берем все прямые оральные антикогулянты, в реальной клинической практике примерно в 57% случаев, если доза снижается врачом самостоятельно, то вот почти в 57% случаев, то есть чуть больше, чем в половине случаев, врач снижает дозу необоснованную. То есть он делает это скорее интуитивно, как мы с вами интуитивно подбираем дозировку, например, антигипертензивного средства. Нет у нас четких схем, как нам надо действовать. Вот с этим больным мы действуем так. И такая же ситуация и здесь. И здесь, конечно, нам надо помнить о тех данных, которые были получены в рамках исследования Орбит АФ2. Что мы готовимся получить, что мы ожидаем, когда снижаем дозу прямого орального антикогулянта, что мы обезопасим нашего пациента, что мы будем более безопасными с ним вместе. А это исследование совершенно этого не продемонстрировало. Смотрите, пожалуйста, что снижение дозировки нисколько не сопровождалось снижением риска кровотечения. Но, скорее всего, даже вот на грани достоверности приводило к повышению риска кровотечения. Но здесь нет никаких, скажем так, обратных событий. Это, скорее всего, было связано с тем, что, ну, понятно, врач начнет снижать дозу не у каждого первого пациента, а у пациента, у которого что-то не так. Может быть, сопутствующая патология, может быть, колеренскреатинин как-то напрягает, может быть, в анамнезе были желудочно-кишечные кровотечения. Вот здесь дай-ка я эту дозу снижу. Понятно, что эти пациенты были, наверное, чуть более предрасположены к тем же самым геморрагическим событиям. Но посмотрите, снижение дозировки не привело ни к какому снижению числа кровотечений. А к чему оно привело? К нарастанию числа смертельных исходов и крупных сердечно-сосудистых событий в полтора-два с половиной раза. Таким образом, необоснованное снижение дозировки любых прямых оральных антикоагулянтов не спасает нас от риска кровотечения у пациента, но однозначно снижает ту самую терапию, ради чего мы, собственно говоря, все это с вами и начинаем. И опять-таки, продолжая тему реальной клинической практики, собственно говоря, вот эти дозировки, которые я, то сказать, все-таки настаиваю, в частности дозировка апексабана, 2,5 мг два раза в сутки, применять только там, где она действительно уместна и показана. А все-таки в качестве основной дозировки рассматривать дозу 5 мг два раза в сутки. Ну вот в этом исследовании было показано, что даже если вы назначаете сниженную дозу, поскольку в реальной практике это бывает далеко не всегда так, как это нужно, в этой ситуации все равно и по инсультам, и по большим кровотечениям это лучше, чем терапия тем же самым варфарином. Сегодня мы уже говорили про гемодиализных пациентов, и действительно здесь, конечно же, наибольшее число исследований ведутся именно по апексабану и связано с тем, что он минимально выводится через почки, и поэтому, конечно, с ним связаны определенные перспективы. И в данном случае я вам демонстрирую, опять-таки, базу данных Medicare, пациентов на гемодиализе, то есть в реальности в Соединенных Штатах Америки действительно возможно назначать апексабан гемодиализным пациентам, но посмотрите, 2300 пациентов на апексабане против 23 тысяч на варфарине. Американские врачи тоже не хотят рисковать. Все знают, что варфарин вроде как назначать можно, есть такая запись в инструкции, показания, мы ничего не нарушаем. А апексабан как бы это какая-то новизна, и здесь есть, так сказать, своего рода вот возможности как-то, может быть, не очень корректно выглядеть. Давайте посмотрим в этой ситуации на исходы, которые были получены. Желтый цвет – это апексабан, 5 мг 2 раза в сутки, ну и, соответственно, синий цвет – это апексабан, 2,5 мг 2 раза в сутки. Однозначный выигрыш по обеим дозам в сравнении с варфарином у гемодиализных пациентов произошел по числу больших кровотечений. То есть пациенты на апексабане кровили меньше. Плохо это? По-моему, это хорошо. Другой вопрос, что опять-таки мы, как американские врачи, вот так рутинно назначать апексабан не можем. А во всех остальных ситуациях апексабан был не хуже, а где-то, ну, чаще всего в большой дозировке, 5 мг 2 раза в сутки, даже лучше, чем варфарин у данного контингента пациентов. На самом деле все, конечно, зависит от сопутствующей патологии. Вот это, на мой взгляд, прекрасное исследование реальной клинической практики. Почти 700 пациентов на разных прямых оральных антикоагулянтах и число больших кровотечений за год с лишним наблюдением этих пациентов. Давайте посчитаем. 3 кровотечения на добегатрании, 5 кровотечения на ревероксабане, 4 кровотечения на апексабане. Ну что, кто самый безопасный? Наверное, разницы статистической здесь реально нет. Да, бывает на каждом из препаратов. А теперь давайте посмотрим, у каких пациентов это происходило. Язвенная болезнь желудка, ингибиторы протонной помпы не назначены. Язва 12-перстной кишки, ингибиторы протонной помпы не назначены. Сложные пациенты, которые получают и кортикостероиды, и у которых имеется дивертикулез толстой кишки. Кто-то из больных, мы с вами видим, получал и НПВС, и кортикостероиды, и еще сверху туда был ревероксабан. Кто-то получал ацетилсалициновую кислоту. При этом это назначение было, так сказать, не по показаниям, это не были пациенты после стентирования. То есть по сути своей мы с вами говорим о необходимости более комплексного подхода и понимания, что за пациент на самом деле перед нами. Ну и, так сказать, такой финальный блок моего выступления связан с приверженностью терапии. Давайте посмотрим на данные последних исследований в этом направлении. По приверженности, с одной стороны, работ много, с другой стороны, они очень часто страдают очень маленькими такими выборками. И, так сказать, здесь вот существует такая опасность получить не совсем корректные результаты. Чем меньше мы с вами выборку берем, тем сложнее, так сказать, все это мы получаем. Глобально, конечно, по всей видимости речь идет о том, что если эти пациенты с антикоагулянтами оказываются бесхозными, им назначают там, ну, на бумажке выписывает терапевт или кардиолог, что надо принимать то-то все пятое-десятое, и дальше они никому не ходят, ни с кем не наблюдаются, так сказать, да, таким образом, они действительно на каком-то этапе, столкнувшись даже с минимальными кровотечениями, абсолютно безболезненными, не опасными, так называемыми малыми, досаждающими, очень часто самостоятельно отменяют себе антикоагулянт, несложно найти причинно-следственную связь в этой ситуации. Если все-таки пациента достаточно активно ведет, терапевт или кардиолог, если есть антикоагулянтные клиники, антикоагулянтные кабинеты, пациенты приходят и задают вопросы, и мы их успокаиваем, объясняем, что надо продолжать терапию, это не страшно, учим, что надо делать, например, пропустить одну дозу, потом возобновить, если ситуация сохраняется, приехать, например, к нам на прием. В этой ситуации приверженность терапии, конечно, становится на порядок выше. Ну вот посмотрите, пожалуйста, если мы возьмем данные по прямым оральным антикоагулянтам, то через год наблюдения, не приверженных терапии, оказывается порядка 27% пациентов. Ну вот это большой ретроспективный анализ. В нашем Сеченовском университете данные, которые были получены в нашем кабинете контроля антикоагулянтной терапии, показали, что не более 10% пациентов, если они четко привязаны к конкретному месту, их наблюдают 2-3 врача, которые занимаются этой проблемой, не более 10% уходят с приема антикоагулянтов. Ну, в лучшем случае мы можем их перевести с одного на другой, если они очень настаивают, или мы считаем, что это нужно сделать, но обычно и этого не бывает необходимо. Давайте посмотрим, что является предикторами низкой приверженности вот на такой большой когорте пациентов. В два раза чаще это пациенты молодого возраста. Нежелание лечиться, я еще достаточно молодой, здоровый, тут еще какие-то сложности, да, ничего страшного, поживу, потерплю. А мы как раз чаще считаем, что это нужно уговаривать, не нужно пациентов возрастных. А вот эти данные показывают ровно наоборот. За пациенты с заболеваниями почек, я думаю, что многие специалисты проговаривают, что ой, антикоагулянты, а у вас почки плохие, это опасно, может быть кровотечение. Пациенты это все слушают, ну и потом принимают решение прекратить прием препарата. Ну и, конечно, когда уже с этим столкнулся, кровотечение в анамнезе, причем неважно, какие большие, серьезные или небольшие, но это действительно существенным образом влияет на подобные вещи. Так вот, если мы посмотрим на приверженность терапии среди пациентов, принимавших разные препараты, вот в этом большом практически годичном наблюдательном исследовании, то мы с вами видим, что вот эта бессловутая история, которая иногда нами воспринимается как данность, что препарат однократного приема пациент отменяется реже всего, а двукратные обязательно эту схему нарушают, потому что им это неудобно. Ну вот, например, данная работа показывает, что два или один раз тут, так сказать, да, не принципиально. Тот же самый апексабан с точки зрения сохранения приверженности терапии, то есть 70% через 12 месяцев, это было гораздо выше, чем та же приверженность, которая наблюдалась на ревероксабане, который принимался один раз в сутки, и на добегатране, который тоже принимается как и апексабан два раза в сутки. То есть здесь, скорее всего, речь не идет просто о том, что приверженность терапии зависит от кратности применения препарата. Речь идет о, наверное, образе пациента, которому нужно сказать какие-то определенные слова. Безусловно, на пациента влияет любая информация сейчас, пожалуйста, любые форумы, интернет, общение с соседями по очереди или по лестничной клетке, что такое хорошо, что такое плохо, мы с этим регулярно сталкиваемся, вот это действительно существенным образом влияет на перспективы наших с вами работ с пациентами. Попытка обобщить все вместе, все исследования в одном, была предпринята в одной из публикаций 2018 года. Такая попытка обобщить и наблюдательные исследования, и рандомизированные клинические исследования, и какие-то когортные исследования вместе для того, чтобы понять такие тенденции, которые связаны с применением различных препаратов. Ну вот мы с вами видим первую часть, она связана с эффективностью. Ривероксабан против варфарина, верхняя треть, апексабан против варфарина, нижняя треть, средняя треть, добегатран против варфарина, нижняя треть. Мы с вами видим, что эти препараты с точки зрения эффективности есть данные, когда они лучше варфарина, есть данные, когда они такие же, как варфарин. То есть по сути своей можно сказать, что назначая и выбирая ревероксабан апексабан добегатран в этой ситуации эти препараты как минимум не менее эффективны чем варфарин если мы с вами говорим о безопасности давайте посмотрим ревероксабан столь же безопасен сколь и варфарин в большинстве работ добегатран где-то более безопасен где-то менее скорее всего зависит от того что за страна если возможность выбора сниженной дозы либо например как в америке добегатран назначается в дозе либо 150 миллиграмм два раза подавляющему числу пациентов либо 75 два раза сомнительная для фибрилляции предсердий а вот если мы посмотрим на середину апексабан против отогониста витамина к здесь и аристотель и многие другие наблюдательные исследования самого разного уровня и качества показывают что все-таки апексабан по безопасности превосходит в этом направлении варфарин ну и если мы уже перейдем к такому последнему заходу на анализ который был проведен по заказу food drug administration управления по контролю продуктами и лекарствами сша абсолютно независимый анализ то есть он был распрофинансирован для того чтобы разобраться в том доски да что что и что есть что по 5 очень похожие данные были получены с точки зрения эффективности все препараты хороши если варфарином лечим хорошо то он такой же эффективный остальные если варфарин лечим плохо но и на мануа не контролирует он естественно хуже что касается желудочно-кишечных кровотечений здесь ситуация следующая сиреневые кодать сиреневая линия сиреневого цвета для апексабана это действительно в плане желудочно-кишечного тракта является наверное на и лучшим выбором в отношении тех самых разнообразных пациентов которые нарушают правила приема принимают совместно с этим нпс делают все что хотят нарушают схемы и тем не менее по всей видимости фармакокин этих апексабана позволяет им всем в этом плане все-таки выиграть в этом отношении ну еще давайте помним о том что от таблетку апексабана также как и таблетку ревароксабана можно измельчать и действительно можно разводить в частности апексабан с водой или с яблочным соком для того чтобы назначать пациентам которые не могут есть самостоятельно то есть вводить через нас и гастральный зон ну и важно помнить о том что препараты двукратного приема несколько чуть более просты в плане схемы если наш с вами пациент не может вспомнить пропустил он какую-то дозу или не пропустил что с ним произошло если препарат двукратного приема его доза пропущена и пациент проект вспоминает например днем по если из момента приема утреннего не прошло 6 часов он может допринять а дозу своего препарата и соответственно вечерний прием продолжить как обычно если прошло более шести часов пациент вечером вспоминает в 5 вечера что он не принял свой двукратный препарат в 9 часов утра он просто продолжает свой вечерний прием и идет дальше важным моментом является также то что если пациент принимает например тот же апексабан по ошибке дважды то есть вместо одной таблетки он принимает 2 с утра то ему то сказать да нужно сделать паузу на 24 часа после приема двойной нозы и через сутки просто возобновить плановый прием но естественно сделать максимально для того чтобы это не происходило вне всяких сомнений как раз финальный аккорд и демонстрации да вот такого семейного портрета я делаю для того что чем больше пациентов пациента не самого не самих пациентов а родственников пациентов вовлекается в процесс контроля за таким непростым подходом антикоагулянтной терапия тем в этой ситуации лучше мы на выходе получим результаты и в плане эффективности плане безопасности ну а я с вашего позволения наверно на этом завершу свою клиническую демонстрацию и с удовольствием попробуем мы дружно наверное попытаться ответить на вопросы которые появились в ходе сегодняшнего на сегодняшней нашей встречи спасибо вам большое за внимание всем спасибо я не знаю вы будете сами зачитывать или мне зачитать как вам удобно да пандрич можно сейчас я посмотрю если у меня получится мы можем можем да и или как или вы как модератор как вам как вам давайте я прочитаю значит просто на самом деле я уже говорил тут ковид примешался хотите того или нет вопросы будут пока виду я не знаю вашей конкретной позиции конечной да ну вот в какой дозировке поскольку рим рекомендуется принимать апексабан при легкой средней форме к вида и как правильно с него сойти наши врачи его не назначают я пью по два с половиной грамма на миллиграмма два раза в день анамнез отягощен варикозной болезнью третьей стадии ну да верно наверное от вопроса для обсуждения потому что здесь нет такого что я сейчас буду читать какие-то рекомендации однозначно приняты или исследования которые однозначно проведены я бы сказал я бы не не уверен в том что для легкой формы коронавирусной инфекции которую лечим в амбулаторном плане необходимо вообще использовать прямые оральные антикоагулянты и вообще начать с того что конечно эти препараты в этом плане амбулаторно вообще практически не изучать до нее стационаре то официально что называется не изучены хотя они применялись я знаю во многих клиниках страны до сих пор применяются скажем так оффлейбл не по показаниям но при этом при всем я думаю что при легкой форме которая подразумевает не очень значительное поражение легких не очень выражена воспалительную реакцию нет данных не литературных что там резко повышается риск тромбоэмболических осложнений соответственно возникает вопрос ну нужны ли антикоагулянт тут примешивается средняя форма коронавирусной инфекции ну собственно говоря здесь большинстве центров все-таки отдается предпочтение по схемам которые предлагаются обществами которые занимаются действительно гемостазом боль более детально все-таки предлагается в качестве основ основных препаратов использовать низкомолекулярные гепарины или на край не фракционированный гепарин несмотря на то что я знаю что у врачей уже появился опыт назначения ингибиторов десятого фактора в этом направлении но это что называется вот такой адресный подход мы просто не знаем насколько в полной мере такая такая такой вариант замены может нас защитить от того что мы хотим не допустить у нашего с вами пациента поэтому мой наверное ответ будет таким при легкой форме я бы не назначал не апексабан не ревароксабан не до бегатран еще раз подчеркну если нет показаний если это фибрилляция предсервий если есть необходимость профилактики тромбоза глубоких венолитела это другая история мы назначаем так как положено но если это синусы в ритме возникает коронавирус который пациент переносит амбулаторно в принципе с хорошими результатами я не уверен что ему надо назначать любой из этих препаратов включая апексабан вот это по конечной позиции не спросили вот она не конечно я думаю она меняться в процессе того когда мы будем хорошо но я с вашего позволения тоже потом прокомментирую конечно потому что ладно так пациент 75 лет стентированный на к плавиксе д димер 3 раза выше насколько правильно перевести на и ликвиз 5 миллиграмм утра вечер плавик 75 утром как а в норме же к ты без особенностей 75 лет нарушение ритма нет функция печени сохранена я не вижу никаких проблем д димер и повышение д димера изолирована собственно говоря само по себе без каких-то признаков тромбоза она бывает она происходит мы довольно часто видео в клинических исследований по связанных с различными патологиями когда мы видим изолированное повышение д димера и при этом при всем мы не видим то сказать да как следствие тромбоз не всяких сомнений если вы исключили в такой ситуации наличие какого-то венозного тромбоза который может бы сопровождать повышение этого самого д димера я думаю что схема и перевода на или писать лавикс она абсолютно соответствует тем подходом которые заложены в рекомендации не вижу никаких оснований для того чтобы этого это не делать ну д димер я вообще его не люблю вестер и фанка растворимый комплекс фибринономеров которые точно вам скажет есть свертывание или нет внутри сосудистая а д димер это все-таки результат уже лизиса тромба поэтому не всегда отражает то что есть но д димер так раскручил схемах да да безусловно вирусная инфекция да сейчас конечно без него никуда но вопрос в том что если уж у вас д димер повышен при том что вы чувствуете себя здоровым у вас нету там каких-то видимых тромбозов я был исследовал коагулограмм поподробнее что там есть за этим д димером ну просто так вот ни с того ни сего с чего бы ему быть посмотрите может быть какая тромбофилия есть генетические какие-то изменения ну это тема для конкретного очень обсуждения так 65 лет стентир на наплать жалоб нет bpn при норме 125 165 можно ли это не считать как х с сохранной фб 60 процентов суть не знаю тоже вопрос не проводимую терапию мне кажется это вообще никак не пушек когда лечим лечим и лечим все идем по схемам все хорошо как бы там с бинты не было яду сердечная недостаточность это не повод не 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 снижать дозу антикогулянтов них увеличивать поэтому тут мне кажется спокойно работаем по схемам как и положено так пропускаем коронавирусную инфекцию точка зрения понятная таскать прокомментирую на следующий вопрос почему аритмологи предпочитает добегатран анти действия препаратов смотри какие мы есть те которые предпочитают гиби тридцатого фактора они добегатран то есть каких конкретно а ритма лагов вы имеете ввиду или какие опросы вы проводили чтобы искать это сделать но я могу сказать что например если вы меня спросите почему например неврологи предпочитают добегатран но здесь можно сказать что Да, действительно, ряд неврологов предпочитает добегатран с момента появления специфического нейтрализатора под названием «Идрот Сузумаб». И действительно появился целый пул неврологов, которые говорят о том, что вот если добегатране произойдет инсульт, то мы сможем, если что-то, быстро его нейтрализовать и провести, например, системный тромболизис. И все. А говорить о том, что именно аритмологи предпочитают добегатран, я знаю, например, людей, которые предпочитают другие препараты. Поэтому, наверное, это, скажем так, ваши знакомые, может быть, или кто-то делился этой информацией. Ну, откровенно говоря, я не очень представляю себе, где они возьмут антипродаксу в России. Ну, 90 центров Российской Федерации есть. Другой вопрос, что она же как бы не лежит в холодильнике и не ждется. Ну, я про это и говорю, что это жарственная ситуация. Да, конечно. А препараты, прямые антикоагулянты оральные, они на самом деле довольно короткого срока действия. Они быстро вводятся, там полсутка уже уровень препаратов в крови гораздо ниже. И некоторые, так сказать, ну, в общем, полсуток этого достаточно, пока вы будете, извините, чухаться в такой ситуации, да, доставать препараты и так далее. У вас уже никакой активности антикоагулянтной не будет. Поэтому это, конечно, выдумка, на мой взгляд. Ну, да. Насколько обосновано применение прямых антикоагулянтов пароральных при биоклапанах? Ну, в рекомендациях таких четких указаний нет, но в регистровых исследованиях потихонечку тоже стараются расширять показания к прямым оральным антикоагулянтам при биоклапанах. И в рекомендациях Европейской ассоциации ритма сердца, в принципе, существует такой аккуратный подход, что можно, так сказать, рассмотреть, ну, не ранее, чем через 3-6 месяцев после имплантации биологических клапанов. А дальше, как говорится, на усмотрение врача. Хотите, можем, можем попробовать. Но четких данных по этой позиции пока нет. Так, ну, вроде так, вопросы исчерпаны. Значит, я, с вашего позволения, про коронавирусную инфекцию отвечу. Значит, это действительно наша идея, собственно говоря, она вполне укладывается в профилактику тромбоэмболических осложнений, потому что мы, начиная рано лечить коронавирусных больных, ну, считаем, что мы проводим профилактику тромбоэмболических осложнений, которые довольно часто возникают у этих больных. Поэтому мы тут даже не совсем выходим за понятие off-label, да, то есть, ну, как бы, в общем, естественно, никаких рандомизированных исследований, вообще, хороших исследований. Ну, вы сами только что сказали, что только подексометазмонус сделали. А сколько там сломано копий на всех остальных тысячах разных наименований. Я уж не буду говорить про наши противовирусные препараты, которые льются рекой сейчас, врачи разносят. Вот, поэтому я считаю, что, ну, такая ситуация сложилась. Она перечеркнула все наши немножко представления об обязательности evidence-based, потому что все лечат, как и бог на душу положит. Поэтому, если нам тоже положил бог на душу, мы вот пытаемся применять. Эффекты, хочу сказать, очень хорошие, но я понимаю, что без рандомизации я ничего не докажу. Ну, что делать? Больным помогает, уже неплохо. Вот, ну, так пока вот у меня процентов 99, я бы сказал, высокой эффективности, но понимаю, что это не очень доказательно. Это если мы говорим о ранних начальных стадиях. Мы даем стандартные дозы апексабана, предлагаем больным, потому что назначить я не имею права, я говорю, что, ну, вот, есть такая рекомендация. Вот, стандартные дозы – это, соответственно, два раза в день препарат по 5 миллиграмм. Если там нет каких-то сопутствующих вещей. Но, в принципе, я пока вот ничего такого худого не видел. Правда, иногда вот мне, например, задает вопрос, что делать при менструации? Потому что это относительно молодые люди там попадаются, да? Что делать при менструации с апексабаном? Ну, идея заключается в том, что же самое были неоднократные ситуации в коронавирусных стационарах, а что делать с НМГ и НФГ? У кого-то приходилось дозу уменьшать в два раза и смотреть, а у кого-то приходилось уменьшать. Мне тоже кажется, что здесь… Вот тут вообще никакой, по-моему, доказательности быть не может. Вот как так по логике? Ну, апексабан удобен, опять же, тем, что он два раза в день. Да. Да, то есть, если вы пропускаете одну дозу, то считайте, что в два раза реально снизите через несколько часов концентрацию препарата. С другой стороны, я все-таки напоминаю, что эти препараты, вся группа прямых антикоагулянтов оральных, она не должна влиять на все хронометрические показатели свертывания. Ну, так изначально как бы предполагалось, что они не влияют. Так ли это или нет, мы сказать не можем сейчас, но есть работа, по-моему, итальянская о том, что концентрация прямых оральных антикоагулянтов у больных, правда, принимающих массивную противовирусную терапию, резко повышалась. Вот. При этом не сообщается ни о каких побочных эффектах. То есть, концентрация повышается, а кровоточивость вроде пока нет. Ну, как всегда, это ограниченная группа, то есть, тут нельзя ничего точно, опять же, сказать, но некоторая насторожность должна быть. Поэтому, если у вас какие-то кровотечения возникают или синяки возникают, ну, снизьте дозу. Кстати, сейчас вот был вопрос такой же на продактс. Тоже человек идет, но они там давно идут, они попали в ковид уже на продакте, и тоже появились синяки. Ну, значит, надо отменить, на какое-то время снизить дозу, не знаю. Тут нет единого, наверное, рецепта, да, согласиться, но что-то все не очень. Да. Вот. Точно. Теперь вот новая тема, собственно, я вижу, она сюда пришла. Это постковидный синдром. Значит, мы сейчас четко совершенно видим огромное количество людей с постковидным синдромом. И у них явно идет тромбовоскулит с поражением головного мозга с очень большими проявлениями. Ну, мы можем это потом отдельно обсудить, но, во всяком случае, это и головные боли, это и нарушения психические, там и депрессивные нарушения. Это, я боюсь, что это нарушение терморегуляции сердечно-сосудистой деятельности включает давление. Потому что тоже я уже несколько человек видел, у которых вообще ковид проявлялся давлением, гиперкризм. А потом антитела и ничего больше. Значит, ясно, что это какая-то дезрегуляция на уровне головного мозга. Ну, мы так думаем, что это тромбовоскулит. Сейчас вот хотим, пытаемся попробовать полечить этих больных тоже антикоагулянтами. На наше счастье, нам очень в этом плане помогает Синайский госпиталь на горе Нью-Йорка. У них есть рекомендации по применению, ну, минимум две недели применения апексабана после выписки стационара в качестве профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии. То есть мы можем хотя бы к ним отослаться, хотя бы две недели, вроде как, и не только наши специалисты это советуют делать. Я пока ничего не могу сказать по этому поводу, ну, попытка не пытка. Давайте пробовать, потому что я ещё раз говорю, мы все всё время здесь идём вслепую. Мы ни одного препарата реально не можем сказать, что он работает. Ну, кроме, может быть, гормонов, хотя тоже не очевидно. Вот, потому что я помню, что было очень много работ по гормонам вначале, что они не работают, и от них все отказались. Потом вот наш Зайцев Андрей Алексеевич предложил большие дозы пульс-терапию проводить. Мы с ним на эту тему поговорили. Я сказал, ну, я вообще, в принципе, против гормонов, у меня такая позиция антигормонная, за исключением тех ситуаций, когда это абсолютно показано. Ну, вот они отработали много больных, там, по-моему, больше сотни, с тяжёлыми уже, конечно, проявлениями, с тяжёлыми стадиями заболевания, когда начинается реальная дыхательная недостаточность, и вроде показали, что эти больные не попадают на ИВЛ. Я не уверен в рандомизации, к сожалению, тоже, потому что у нас и так это не принято рандомизировать пациентов, а в такой ситуации рука не поднимется. Вот. Ну, тем не менее, такие наблюдения есть. Это, кстати говоря, работа, она вошла в рекомендации МГНОТа по лечению тяжёлых больных, ну, не тяжёлых, а ДВС-синдрома у больных с различными вирусными инфекциями. Вот. Ну, кстати говоря, опять же, ну, так методом опроса нельзя сказать, что это какая-то большая выборка, но вообще любой грипп, любая вирусная инфекция – это провокация тромбоэмболии лёгочной артерии. Это фактор риска. Никогда никто не назначал по этому поводу профилактический приём. А может быть, это стоит делать, ну, хотя бы у людей с какими-то дополнительными факторами, диабет, ожирение, хотя бы какое-то сочетание, потому что случаи тромбоэмболических осложнений после вирусных инфекций, они описаны, есть. Вот. А учитывая, что это всё-таки препараты оральные, не требующие никакого контроля реального, да, лабораторного, почему бы нет, почему бы не обратить на это внимание и не назначать. Я понимаю, что мы сейчас потрясём основы финансирования медицины в нашей стране, но с другой стороны, слушайте, мы же считали уже много раз, что назначение препаратов, это называется клинико-экономический анализ. Назначение эффективных препаратов гораздо дешевле, чем потом лечить тромбоэмболию месяцами, какой-нибудь реанимации по 200 дней на аппаратах, ну, это съедает такие деньги, что просто, я не знаю, мне кажется, что это надо хорошо обсуждать. Просто мы привыкли, что профилактика тромбоэмболии, ну, в основном это операции, да, ну, там, лежачие больные, а вот к таким более спокойным пациентам, ну, как-то не очень. Вот. Кстати говоря, и про профилактику инсульта тоже, мы как-то с Андреем Ивановичем это всё, с отцом моим, обсуждали, что грипп вызывает инсульты из, опять же, предсердий, из ушка выстреливает, да, тромботические инсульты идут. Это тоже какой-то вариант такой ДВС-синдрома, там, понятно, но, опять же, получается, что у пожилых людей при гриппе это будет профилактика инсульта, такая же, как при, собственно говоря, ведь у них же кроме мерцания, это ещё экстрасистолия, да, и экстрасискла тоже может давать отрыв тромбы, и тромб этот летит куда надо, и, соответственно, мы имеем потом то, что надо. Поэтому я понимаю, если сейчас тут компания присутствует, что я всё рассказываю, всё, что не входит в инструкцию, да, но мы должны смотреть вперёд, мы должны думать над этим. Слава Богу, когда хорошие, большие исследования проводятся, ну, ради Бога, это понятно, что это основа современного здравоохранения, но и наше предложение тоже, мне кажется, стоит обсуждать. Так, что у нас с вопросами ещё? Спасибо Гнот Иннопалкову. Когда будет вебинар по эндокринологии, эндокринопатии, очень жду. Что, 22 июля? 22 июля, вот мне подсказывают. Постковидный синдром, можно ли посвятить один из вебинаров? Вы знаете, у нас 27-го будет конференция, и я обязательно там, я просто к этому готовлюсь, сейчас собираю информацию, я только заранее предупреждаю, всё бездоказательно, всё мимо современной пивидонс-бэйст. Ну, ну, что делать? Ну, по-другому никак не получается. У меня нет сил организовать какие-то хорошие исследования. Вот, но с другой стороны, люди мучаются, люди страдают. Я вот себе предложил даже, там есть уже какие-то группы пациентов, которые занимаются сами собой, я уже предложил этой группе, давайте соберём группу, может быть, под эгидой первого меда, из которой меня выгнали. Вот, можно попробовать и так сделать. Потому что, ну, надо думать, надо искать какие-то пути. Вот. Так, ну, очень много благодарностей. Я не знаю, вы читаете эту ленту? Да, 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 всё вижу, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Действительно, лекция очень хорошая, очень интересная, и главное, действительно, мы видим, что эта группа препаратов прямых антикоагулянтов распадается на разные совершенно подходы. Я, честно говоря, интуитивно всегда был противником анти-2А, то есть продакса, потому что тромбин обладает очень многими функциями. Мы блокируем напрямую тромбин, блокируем очень много другого, что блокировать не надо. Вот, и мне приятно, что мои предположения, которые я уже, ну, 10, не 10 лет, но много лет назад высказывал, что всё-таки будет у нас преобладать анти-10А препараты постепенно, да, мы это видим в натуре, да, что выходят новые препараты с анти-10А активностью, они мягче влияют, не столь грубо влияют на систему свёртывания, не блокируют позитивных действий того же тромбина, вот, ну, и вот мы видим то, что происходит, да, то, что оторвалась очень существенная ситуация от варфарина, потому что вначале, вы помните, первые исследования, они не очень были там от варфарина отличались, мы говорили, ну, да, поудобнее, там, контролировать не надо, но сказать, что это вот прямо резко разошлось по смертности, по кровотечениям, всегда это было проблематично, сейчас, конечно, более чётко это показано на больших контингентах, вот, я не знаю, есть ли клиники экономические исследования, наверное, есть, да? Есть, есть, да, Павел Игоревич, да. И у нас тоже они есть, да? Ну, мы, конечно, с клиникой, пока что берём данные, которые пришли из-за рубежа, что клиникой экономическую эффективность считать, да, так сказать, для этого нужно довольно много, одноцентровые исследования в этом плане не очень удобны, вот, но клиника экономическая эффективность за рубежом, они действительно очень внимательно всё считают, там, конечно, варфарин... Ну, если хотите, давайте мы можем это сделать, потому что мы считали, это делается с помощью моделирования, для этого не надо делать клинических исследований, тех данных, которые у вас есть, их достаточно для того, чтобы построить модели, посчитать, насколько это затратно, эффективно. Я, поскольку считал Ксорелта, я вам точно могу сказать, Ксорелта мы считали несколько раз, когда он появился, кстати говоря, по нашим расчётам был сброшен, была сброшена цена на препарат, сильно сброшена, она вначале была высокой, и они против варфарина не выдерживали по цене, по деньгам, вот, когда мы посчитали, они быстро привели цену в соответствии, сразу Ксорелта стал более доступным по затрате эффективности, вот. Я думаю, что на Апексабане ещё будет всё выше, потому что у него, конечно, огромное количество позитивных вещей в плане, ещё раз, осложнений различных, это всё, между прочим, денежки, не просто так кровотечение, кровотечение денег стоит, вы же должны полечить этого больного, да? Да. Вот, ну ладно, я хочу это самое, ещё раз ответить про Дедимер, не могла послушаться со связи проблемы. Ну, про Дедимер ещё раз скажу. Дедимер является показателем фибринолиза, не свёртывания, это разрушение уже образовавшегося сгустка. Почему он повышен у относительно здорового человека, я не знаю, но всё-таки, на мой взгляд, надо исследовать гемостаз более подробно, посмотреть РФМК, растворимый комплекс фибриномономеров, посмотреть какие-то врождённые, может быть, тромбофилии есть, может быть, есть и тромбозы скрытые, в принципе, никто же не знает, может, там венозные тромбозы есть, они же бессимптомно часто текут. Вот, поэтому надо, Дедимер это всё-таки некий тревожный звонок, на мой взгляд, в любом случае надо на него обращать внимание. Вот, спасибо большое, было очень интересно, я с удовольствием прослушал. Спасибо. Тем более, что это моя любимая тема, многолетняя, вот, поэтому я думаю, что мы ещё будем с вами встречаться. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok